Давайте поумничаем. Я вам расскажу про модель эфира, которую вы можете сделать своими руками и все посмотреть живую. Обычно там в интернете какие-то вихри, там еще что-то. Самое простое это представить в виде шариков, то есть элементы частицы, что там фотон или еще что-то другое. Но частицы эфира представить в виде шариков. Вот я нарисую вам сейчас шарик. Это фотон один. Относительно других фотонов он находится на месте. Может быть крутится сюда, или в другую сторону. Будем говорить спин. Для простоты я нарисую еще шарики. Вы можете взять просто шарика подшипники. Шарики от подшипника. Вот так. Ну естественно сюда тоже войдет шарики. Они все одинаковые. Они вот так вот очень плотно упаковываются. Ну естественно и в других направлениях. Но мы будем рассматривать только на плоскости, где-нибудь на столе. Естественно сюда шарики можно достроить и сюда можно достроить. То есть, если у вас достаточно шариков от подшипника, вы можете прямо сделать такую модель. В школе вы проделывали такой опыт, когда изучали такое явление, как называется импульс. То есть, масса умноженная на скорость. Это импульс. То есть, брали шарик, ударяли его и крайний шарик отскакивал. Вот здесь крайний шарик, он отскакивал. Причем говорили мгновенно. Но с какой скоростью почему-то никто никогда не мерил. А надо бы померить. В нашем опыте вы можете с шариками делать более интересный опыт. Вот одновременно вот этот шарик и вот этот шарик ударить сюда. Один сюда летит, а другой шарик ударили вот сюда. И все одновременно, и все вот через этот шарик. В данном случае мы моделируем эфир. Волна идет сюда, все шарики на месте, а энергия, вот эта энергия от этого шарика идет вот сюда. И он отскакивает. Может там какие-то колебания где-то еще в каком-то веществе возникать, если это эфир. То есть будет нагреваться тело. Но в данном случае я показываю, что идет волна сюда и сюда и сюда одновременно. Она может сюда-сюда, а может сюда. То есть шарики остаются на месте, а волна бежит. Вот так вот просто можно представить эфир. Ну это можно представить, что на плоскости это даже можно смоделировать. В объеме это сделать труднее. А теперь мы возьмем и шариком дадим некоторую свободу. Мы тоже эта модель может проделать. Берем шарик в центре также. Ну, естественно, на три, потом на шесть. И в каждой точке окружности эти очень плотно упаковываются. Только шарик мы не вплотную возьмем, а с зазором. И все шарики примерно с одинаковым зазором. То есть так же плотно, но это все в объеме. И этот шарик с таким же абсолютно расстоянием. И этот шарик, и этот. И вы можете снова проделать этот опыт на столе. То есть вот крайний шарик ударить. Он ударит вот этот, он ударит вот этот, он ударит вот этот. Все, но с зазором. Время, которое он будет пробегать, естественно, будет больше. То есть скорость волны уменьшится. Так вот, скорость света, скорость света примерно равна 300 тысяч километров в секунду. Это как раз определяет, вот больше нельзя. Потому что вот этот зазор. Если будет без зазоров, ничего, двигаться там внутри, такой, так называемой, жидкости не будет. А шарики ведут себя точно так же. Ну, шарик легче всего представить. И не надо представлять там, как он там лохматый, не лохматый, в виде вихрящего чего-то. Ну, как вы представили, так и представили. Главное, что вы понимали, что эти вот шарики все остаются на месте, ну, то есть колеблется около своего положения. То есть отскочил, может передвинуться, может назад отскочить. Ну, все вот это вот волны эти передаются во всех направлениях. Отсюда пришла волна, отсюда пришла волна. Причем, если этих шариков много, то сразу может много шариков пойти. И точно так же они будут пересекаться и друг другу не мешать. Совершенно не. То волны распространяются в любых направлениях, друг другу они не мешают. Мало того, они еще могут и вращаться в этот момент. Ну, я надеюсь, что до кончего я сказал. А модель, пожалуйста, сделайте кто-нибудь и покажите. Сами удивитесь и народ удивите. Все.